Мы снимаем клип на новую песню «Фарс». Что же сегодня проследили на сегодняшней площадке? Вы знаете, мягко выражаясь, очень тяжело объяснить. Расфигачили все, что можно. Столько всего мы разбили и оставляем после себя павильон. Честно говоря, я ни в одном фильме и клипе еще такой беспорядок после себя не оставляла, при том, что я одна, одна героиня. Я такой монолог. И вот такой устроить, это, конечно, очень приятный и неожиданный для меня эксперимент и опыт. Спасибо, Ира. Мы повеселились от души. Я всегда с большой охотой берусь за клипы для Кристины Арбакайте. Это мои очень любимые съемки, потому что Кристина крайне послушная и очень профессиональная. В кадре делает все, чтобы результат был не просто хорошим, а превосходным. Знаете, сейчас такую вещь скажу жестко. Очень важно не думать, когда ты делаешь задания режиссера, а просто их делать. И вот в этом смысле Кристина мне очень доверяет. Отчасти потому, что мы очень много сняли, и у нас огромный опыт совместной работы. Отчасти потому, что она крайне профессиональная актриса. Для этой работы я искала не танцевальный зал, а именно старалась найти те фрагменты. То есть я знала, что будет перил и, соответственно, я уже сочиняла хореографию с конкретно похожими предметами для того, чтобы они были более точными здесь. Потрясающая, удивительная, скромная и очень талантливая Наташа Новичкова, которая была нашим хореографом. Уже не первый раз я с ней сотрудничаю. Она оставила хореографию для моих клипов. По тем заданиям, которые я давала, сделала потрясающую постановку. Кристина очень мастерски все выполнила, конечно, внося туда и какие-то свои тоже дополнения, что очень украсило весь клип. Нам всегда вместе интересно, нам всегда весело. Я очень рада, что мы всегда понимаем друг друга, потому что мы это все делаем от души, с удовольствием. Я думаю, что это все передается всем, кто здесь сегодня на съемочной площадке и обязательно передастся зрителям, кто будет смотреть, наслаждаться нашей работой. Ну, это такой очень яркий план, то есть издалека просто будет ребенок, что под столом будет. Я, конечно, очень люблю этот язык-метафор. Что-то сломать, разбить – это не значит проявить агрессию в таком простом, примитивном виде. Это возможно, если снимать эту агрессию не агрессивно, а как раз наоборот. Я бы даже сказала, с таким эротическим подтекстом где-то, с драматическим и, конечно, хореографиями. Я всегда стараюсь и делаю результат лучший для этой песни, лучший для этого артиста, но с некоторыми артистами, с такими, например, как Кристина Рыбака, это просто реально проживаешь на съемках отдельную такую жизнь, космическую, которая потом превращается в отдельный мир, как правило, прекрасный. И неудивительно, что он всем нравится. Он рожден в любви и творческом счастье. Стоп! Зашились, мы сядем, приказан! Спасибо всем! Ну и срач!